Здравствуйте. 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 Как у вас дела? Так, нерзные. Уже третий день, я светлый метр. Нерзные, маленькие дети. Мы-то вот как-нибудь. Айзонат – мать четверых детей. В школу ходят только старшие. Остальные почти весь день дома. Когда нет света, нет и отопления. В помещении очень холодно и трудно уберечь малышей от простуд, говорит она. Похожая ситуация практически у всех в микрорайоне. Причем проблема повторяется из года в год. Местные жители пытались сами ее решить, поменяли трансформатор на новый. Однако и эти усилия оказались напрасными. Сами поехали, купили, сняли, поставили, поменяли, дали свет. А вот сегодня неизвестно. Расскажите, если они не могут делать, мы сами все делаем. В республике сейчас многие страдают от перебоев с электричеством. В том числе отключение происходит и из-за дождя. По данным Россетей, в Махачкале больше всего пострадали жители приморских микрорайонов. Специалисты пояснили, почему осадки создали такие проблемы. Вся изоляция наших линий была покрыта коркой грязи. Значит, произошло перекрытие изоляции по грязи уже. И второе, общепризнанный факт ливневой канализации города Махачкалы, который отсутствует. В результате этого вся эта вода, ливневая вода, зашла в наши КТП-ТП и залила все электрооборудование, которое там находится, в том числе кабели и кабельные муфты. Из-за проблем с ливневкой Аминада даже не смогла выйти на улицу, чтобы ответить на вопросы журналистов. Улица Пирамидальная – самая низкая в Семендере, и потому сюда собираются все стоки микрорайона. Неоднократно просили сделать водоотвод. Месяц назад завезли несколько камазов гравия и подняли дорогу. Теперь вода не на дороге, а во дворах. Вся верхняя вода сюда, а дальше выхода нет. Вот чтобы водоотводы как-то или канализации включили, или водоотводы сделали. Они обещали нам сделать, так и не сделали. Страдаем мы. Без года вот эта такая проблема никогда не кончается. За комментариями мы обратились в администрацию Кировского района Махачкалы. Власти говорят, ливневку здесь установить невозможно. Предложения от нас есть, но мы не располагаем такими деньгами. То есть нет у нас таких полномочий. Уже Киха-город должны сделать проект, заложить в бюджет и объявить тендер. Кто выиграет подрядчик, уже должен это все делать. Из-за проблем с ливневками грязная вода беспрепятственно попадает в скорб. По прогнозу погоды дожди в Махачкале будут идти несколько дней. Также до конца месяца ожидается постепенное понижение температуры. Повсеместно прошли осадки Приморского, Передгорного и Низменных районов, за исключением гор. Осадки так и облажнее, осенние настоящие. Наибольшее количество осадков выпало в районах Махачкале, Каспийской, Сбербача. За двое суток это примерно 24-29 мм. Как сообщил главный синоптик, в этом году холодной и с осадками ожидается и зима. А это значит, коммунальных служб региона ждет еще более серьезная проверка непогодой. Сыгнат Малаева, Махарбекамариев, Руслан Салихов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok